Как задолженность по налогам? А у вас, знаете, полное отсутствие, наверное, представления о своей службе. Поясните. Ну вы мне тоже поясните, что поясните. Будем арестовывать данный автомобиль. Рандеву с судебными приставами, да еще и с телекамерой, эта пара явно не ждала. Семья вовремя не оплатила налоги, накапала свыше 30 тысяч рублей. Судебный пристав потребовал заплатить на месте. Должникам такой ультиматум не понравился, да и камера тоже. От глаз телекамеры должники попробовали скрыться, так же, как и от налогов. Это операция должник. Судебные приставы взыскивают долги принудительно. В данном случае на машину наложили арест. Погасить долг владелец должен в течение пяти дней. В противном случае ласточку продадут. Вот, кстати, как должников вычисляют. Через приложение «Мобильный розыск» приставы смотрят, числится ли хозяин авто в должниках. Если да, то его приглашают спуститься на теплый прием. Водитель автомобиля «Тойота» номер 674 срочно подойти к своей машине. Этот горожанин, к слову, забыл добровольно оплатить штраф. Он нарушил правила ПДД. Теперь взымают принудительно. И подойди сюда, деньги надо оплатить штраф. Мы подготавливаем вас к успешным источникам. 790 рублей. Ну что это такое-то? Ну нормально, что ли? Ну вот, блядь, блядь, блядь. Судебные приставы. Мы ни в чем не верим. А задолжен за штраф? Значит, мы не знали. А если у меня не просроченный? Как не просроченный? Производство возбуждено в октябре месяце. Мы уже еще тысячу из полусбора, в принципе, должны. Мы пока про него молчим. Со скандалом на штраф оплатили. Судебные приставы отмечают, что этот год богат на должников. Было заведено 50 тысяч дел. Большинство долги заплатили. Осталось еще свыше 12 тысяч. Очень много должников по кредитным платежам. Большое количество должников по налоговым платежам. Очень много должников, которые не платят коммунальные платежи. Платежи в пользу топливно-энергетического комплекса. Штрафы выходим с положения разными способами. Путем уговоров, путем изъятия, так сказать, принудительно. Судебные приставы призывают не доводить до принудительного взыскания и не портить себе настроение. Оплатить долги можно добровольно на сайте Федеральной службы судебных приставов, а также в банках, как наличными, так и по терминалу. Оплачивать, кстати, можно частями. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.